ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ОСАГО снова может подорожать, на этот раз на 30%. Это станет результатом реализации инициативы, предложенной Центральным банком. Регулятор полагает, что границы тарифного коридора нужно еще расширить, якобы под предлогом того, чтобы законопослушные водители платили за автогражданку меньше. Сейчас начальная ставка по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц находится на уровне 2,5 тысяч рублей, максимальная 5,5 тысяч. На деле же ни в одной компании, говорят эксперты, обязательную автостраховку по минимальной цене купить невозможно. ТРАССА 101 Операторы техосмотра предупредили, что им придется закрывать пункт ТТО, если будет принят закон, освобождающий физлица от регулярного прохождения диагностики. Напомню, это может произойти до Нового года. Сейчас в нашей стране насчитывается более пяти тысяч точек прохождения ТО. Им необходимо заново получить аккредитацию, чтобы со следующего года начать работать по новым правилам. Но предприниматели по понятным причинам заняли выжидательную позицию. ТРАССА 101 В российской столице расширили функционал некоторых камер фиксации нарушений. Теперь они штрафуют водителей за невключенный днем ближний свет фары или неработающие дневные ходовые огни. Размер взыскания 500 рублей. Летом этого года сообщалось, что в ближайшее время такие камеры появятся в дюжине регионов. В Кировской области в списке пока не было. ТРАССА 101 В России тестируют систему автоматического распознавания дорожных инцидентов. Столкнулись с автомобилем, машина наехала на пешехода. Если это попало в объектив камеры наблюдения, сигнал пойдет в экстренные службы незамедлительно. СМИ сообщают, что данная технология может быть реализована в крупных городах страны до конца 2022 года. Не исключено, что к ней можно будет подключить в том числе не только частные стационарные камеры, но и автомобильные видеорегистраторы. ТРАССА 101 Примерно через два года в Японии хотят запустить летающее такси. Двухместный аппарат с автопилотом, похожий на большой дрон, поднимают в воздух почти два десятка электродвигателей. Максимальная дальность полета 35 километров, верхняя планка скорости 110 километров в час. Ранее говорилось об аналогичных проектах, которые будут реализованы в других странах. Например, в США летающие такси к 2025 году должны появиться благодаря компании Hyundai. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101